В Кировской области продолжается перепись малого и среднего бизнеса. Регистрировать предприниматели начали и в Вятских полянах. Правда, бизнесмены неохотно делятся информацией о своем деле. Но бояться не стоит, уверяют статисты. Подробности в сюжете. Отчитаться за 2015 год должны все предприниматели России. Впервые так называемые сплошные наблюдения прошли пять лет назад. Сейчас перепись проводится уже во второй раз. Руководители фирм обязаны предоставить регистраторам информацию о своем бизнесе, в том числе об объеме расходов и размере выручки. В Вятских полянах сотрудники Кировстата провели семинар, на котором предпринимателям рассказали, что бояться переписи не стоит. Органы статистики, проведя такое исследование, оно чисто статистическое. То есть оно не преследует каких-то фискальных целей. То есть не нужно бояться того, что эта информация уйдет в налоговую службу. Или она уйдет еще в какие-то другие контролирующие органы, которые условно завтра придут к бизнесу и начнут предъявлять претензии о том, что вы там нам не доплатили налоги или условно вы там еще какие-то, может быть, не оформили документы. Специалисты рассказывают, что все отчеты при обработке обезличиваются. Там нет ни фамилий, ни названий предприятий, а есть только показатели. Конфиденциальность будет сохранена. По итогам сплошного наблюдения статисты получат объективную информацию о состоянии малого и среднего бизнеса в России. Кроме этого, в программу наблюдения впервые включены такие важные и значимые вопросы, как государственная поддержка. То есть вообще анкетирование идет на предмет того, представляет ли бизнес, что такая государственная поддержка оказывается. Какие формы государственной поддержки существуют. Участие в сплошном наблюдении обязательное. За отказ предприниматели получат штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Подать информацию о своем бизнесе жители области должны до 1 апреля 2016 года. Анастасия Шерстнева, Елена Росомахина, Роман Кутузов, Бюро новостей Давича.